Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на торговой сессии в понедельник, 5 декабря. Меня зовут Наконечно Александр и сегодняшнюю торговую сессию с вами приведу я, как и всю неделю в отсутствии Артема Деева. Из ключевых событий, которые мы сегодня с вами выделим, это два события во вторник и в среду. Во вторник мы с вами ожидаем решение Резервного банка Австралии о повышении процентной ставки на 25 байзистных пунктов, текущее значение австралийского доллара к американскому 0,68,2, учитывая, что австралийский доллар к американскому и так уже всю неделю предыдущий находился в восходящем тренде, текущая новость, очевидно, придаст импульс этому движению и новая цель по австралийскому доллару это 0,70. Ожидаем, что цена может дойти к этому значению в рамках текущей недели. В среду состоится решение Банка Канады о повышении процентной ставки, сейчас она находится на уровне 3,75%. Ожидаем, что ставку повысит на 50 байзистных пунктов и ожидаем на этом фоне дальнейшего укрепления канадского доллара по отношению к американскому. Сегодня, 5 декабря, и вступает в силу шестой пакет санкций со стороны Евросоюза. Это запрет на транспортировку страхования нефти. Плюс ко всему устанавливается потолок цен на уровне 60 долларов за баррель и как минимум на 5% ниже текущей рыночной цены. На этом фоне мы ожидаем, что недостаток, дефицит российской нефти на рынке составит на уровне 1,3 миллиона баррелей в сутки до 2 миллионов баррелей в сутки. Безусловно, это очень большое значение для мирового рынка нефти и из-за дефицита мы ожидаем, что курс нефти бренда WTI на этом фоне будет расти. Сейчас мы находимся с вами без сделок, потому что на открытии мы видим, что бренд с уровня 87,3 укрепился до уровня 85,8 на текущий момент времени. Текущие условия показывают, что первая реакция рынка была на снижение. Мы посмотрим, как цена будет развиваться дальше, как события будут развиваться дальше, но глобально мы будем рассматривать позиции по нефти на покупку именно из-за этого дефицита. Посмотрим, как цена себя будет вести дальше. Золото мы с вами на прошлой неделе ставили цель на уровне 1800, текущее значение 1830. Мы ожидаем 1830 в рамках текущей недели. Что касается индекса доллара. Индекс доллара продолжает находиться в нисходящей динамике. Текущее значение 104,37. Индекс доллара падает с уровня 115 уже на протяжении более двух недель. В связи с этим пока по индексу доллара мы позиции не рассматриваем. Важнейшие новости, которые могут придать импульс индексу доллара, состоятся в следующей неделе, 13 и 14 декабря. 13 декабря это вторник. В следующей неделе мы ждем отчета по инфляции. Посмотрим, насколько она выросла. И исходя из этого уже будем делать дальнейший прогноз. Плюс ко всему, в среду на следующей неделе, 14 декабря, уже выйдет решение ФРС по процентной ставке. После последнего нонфарма, который состоялся в пятницу, мы ожидаем, что ставку могут повысить на 0,75%. Это были все ключевые новости на сегодняшний день. Всем желаю успешной торговли и всего наилучшего!